Отправляясь в путешествие, первое, что мы видим, выходя из самолета, это аэропорт. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, чем может быть знаменита та или иная авиагава? Приходило ли вам в голову, какие из них могут быть самыми большими и сколько людей бывает там каждый день? В этом выпуске мы побываем в аэропортах Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии. Узнаем, какие из этих аэропортов являются самыми крупными. Увидим особенности в архитектуре и разберем некоторые секреты, скрытые при строительстве. Недавно на первое место по пассажиропотоку вышел международный аэропорт Стамбула, подвинув тем самым парижский Шар-де-Голь и лондонский Хитроу. В 2019 году Хитроу принял более 80 миллионов пассажиров, но растерял свои позиции, потеряв 60 миллионов пассажиров к этому году. Пассажиропоток в прошлом году составил только 20 миллионов. А вот Стамбульский аэропорт в 2021 принял 37 миллионов пассажиров. Это получается, что каждый день Стамбульский аэропорт пропускает через себя 102 тысячи человек. Сейчас он обслуживает более 350 внутренних и международных направлений в 110 странах. И представьте, он даже не работает наполовину от своих возможностей. В целом аэропорт способен принимать около 150 миллионов путешественников. Это ежегодно. И планируется расширение пассажиропотока до 200 миллионов к 2025 году. Тогда он станет самым крупным в мире. Вообще Турция занимает шестое место среди стран Европы, у которых самый высокий объем авиаперевоза. Здесь совершается в среднем около 3,5 тысяч рейсов в день. Площадь Стамбульского аэропорта 1,3 миллиона квадратных метров. Этот транспортный узел назвали Истамбул-Иене-Хавалимане. Извините за произношение, турецкого не знаю. Переводится это как новый аэропорт Стамбула. По предварительным подсчетам новый обошелся властям в 12,5 миллиардов долларов. Всего здесь 77 гейтов. На стоянке может разместиться 500 самолетов. И здесь 44 молитвенных комнаты. Далее отправляемся в Азию. Одним из мировых лидеров является аэропорт имени короля Фатха в Саудовской Аравии. Его инфраструктура была возведена к 1990 году. Благодаря чему аэропортом могли воспользоваться войска в период войны в Персидском заливе в 1991 году. Что касается коммерческих рейсов, то аэропорт был открыт для пассажиров в ноябре 1999 года. Этот аэропорт занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой в мире. Его площадь 776 квадратных километров. Что даже больше, чем соседняя страна Бахрейн. Площадь которой 766 квадратных километров. Терминалы имеют по 6 уровней. Один из них, Рояль, обслуживает только королевскую семью. На территории аэропорта есть своя мечеть на 2000 человек. Но если рассматривать аэропорт с точки зрения пассажиропотока, то он будет проигрывать другим. Так как его расположение не очень удобное. Большинство пассажиров предпочитает пользоваться авиагаванью в Бахрейне. Королевский аэропорт расположен на 25 километрах от города до мамы. И в год он обслуживает всего около 4 миллионов пассажиров. На втором месте среди самых больших аэропортов Азии Пекин-да-Син в Китае. Его площадь 46 квадратных километров. Это в полтора раза больше парижского Шаль-де-Голля. Одна из его фишек терминал в форме шестиконечной морской звезды. За счет чего его пассажиры быстрее ориентируются по выходам на посадку. Также каждая часть звезды посвящена объектам культуры Китая. Чаю, шелкографии или фарфору. В 2021 году аэропортом было принято 25 миллионов пассажиров. Прогнозируют, что к 2040 году он станет самым загруженным в мире. США. Самый большой по площади аэропорта Америки, 135 квадратных километров, это аэропорт Денвера. Но размеры авиагавани это далеко не самое интересное. Денверский хаб по праву считается одним из самых странных и загадочных. Терминал покрыт шатрами, которые символизируют скалистые горы. Но есть и другая версия. Говорят, что на этом месте раньше было индейское кладбище. А так как индейцы, в принципе, против строительства чего-либо, то было решено соорудить аэропорт с шатрами, которые на самом деле символизируют индейские вигвамы. Таким образом, с индейцами удалось договориться, отдав дань уважения их народу. Открыт этот аэропорт был в 1995 году, а на его строительство ушло 4 миллиарда долларов. Его площадь была больше Манхэттена в два раза. И местные начали задаваться вопросом, для чего было необходимо строить такой огромный аэропорт. Тем более, что по некоторым данным, сперва на его территории было построено несколько секретных помещений. Поэтому многие думают, что под аэропортом на самом деле находятся секретные объекты. Если вы однажды посетите это место, то будете удивлены местной статуей в виде коня апокалипсиса, у которого круглосуточно зловеще светятся глаза красным светом. Шедевр этот создавал американский скульптор Луис Джименезу с 1993 года по 2006. Пока не был убит своим же произведением искусства. Массивная статуя в виде лошади упала и придавила гения противоречивых произведений. Через какое-то время к коню добавили еще одну скульптуру египетского божества Анубиса, покровителя мертвых и кладбищ, который также является одним из судей царства мертвых. Африка. Площадь самой большой африканской авиагавани 16 квадратных километров. Речь идет о международном аэропорте имени Оливера Тамбо недалеко от Йоханнесбурга. Такое название он получил в честь бывшего президента Африканского национального конгресса. Это главный аэропорт ЮАР, обслуживающий внутренние и международные рейсы. А также самый загруженный аэропорт Африки. В 2007 году аэропорт обслужил 19 миллионов пассажиров. Интересно, что аэропорт находится на высоте 1700 метров над уровнем моря. На этой высоте воздух менее плотный, чем внизу. Это оказывает значительное влияние на работу самолетов. Приведу пример. Рейс Йоханнесбург-Вашингтон делает вынужденную промежуточную посадку в Дакаре на дозаправку. Так как самолет не может взлететь полностью заправленным. Из-за низкой плотности воздуха самолету нужна более длинная полоса для взлета. Чтобы он мог взлететь с полным баком и полной грузовой пассажирской загрузкой. В то же время, когда он летит обратно из Вашингтона, он летит уже без посадок. Этот рейс, кстати, является одним из самых дальних рейсов в мире. Еще один континент – Австралия. Многие ошибочно считают австралийский аэропорт Сиднея самым большим на континенте. Но на самом деле он является самым крупным по загруженности. Обслуживает он около 8 миллионов пассажиров в год. Сиднейский аэропорт имени Кингсфорда Смита также известен тем, что его взлетно-посадочные полосы находится прямо в воде. Еще в этом аэропорту специально спроектировали смотровую площадку, с которой можно наблюдать за тем, как самолеты взлетают и садятся. Аэропорт был открыт 3 мая 1970 года королевой Елизаветы II. Что же касается самого большого аэропорта по площади, то это аэропорт Брисбена. Его площадь составляет 27 квадратных километров. На его территории расположено более 430 предприятий, которые обеспечивают 21 тысячу рабочих мест. В 2005 году этому аэропорту была вручена премия ИАТА Eagle Awards. А позже Skytrax признали его лучшим аэропортом Австралийско-Тихоокеанского региона. Друзья, это был выпуск о самых крупных аэропортах мира. Спасибо, если досмотрели до этого момента. И если вы уже были в одном из этих аэропортов, поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Если вы нашли данное видео интересным, не забудьте поставить ему лайк и подписаться, если вы еще не сделали этого. Напоминаю также, что у меня есть второй канал про международное образование, где я рассказываю о возможностях учебы и работы за границей и разные интересные истории о крупных компаниях и известных личностях. Это канал Smaps Education. Для удобства все полезные ссылочки будут в описании. Увидимся в следующих роликах.